Добрый день, меня зовут Наталья Шатова, и мы действительно сегодня играем на своем поле. Хотя, наверное, сегодня было бы справедливо сказать, играем на своем паркете. У нас сегодня тема баскетбола, российского, женского. Дело в том, что мы говорим о назначении новых сборных, новых ролевых и женской, и мужской команды. Мы поменяли Бориса Соколовского на Альфреда Савайнаускаса и, соответственно, Давида Блата на Фотиса Кацикариса. Тема сложная, спорная. Нужна ли российскому баскетболу, нужны ли иностранные специалисты. И для того, чтобы и наши слушатели приняли участие в программе, у нас есть телефон в студии 65 10 99 6, код города 495. Можете писать свои комментарии на сайт финам.фм, на страничку программы на своем поле. У нас сегодня работает смс-голосование. Итак, вопрос такой, помогут ли российскому баскетболу иностранные специалисты. Если вы считаете, да, помогут, то это А, если нет, то это Б, короткий номер 55 33. Что касается гостей. С одной стороны, это для людей, сведущих, наверное, не нуждаются в долгом представлении гостям. С другой стороны, это люди, чье имя и чьи регалии можно произносить бесконечно долго и бесконечно приятно. Уступим место даме. У нас в гостях олимпийская чемпионка, призер олимпийских игр, двукратная чемпионка Европы, двукратная вице-чемпионка мира. В общем, все-все-все, что можно. Все титулы, которые могли собрать в женском баскетболе, Елена Барна собрала. Елена, добрый день. Здравствуйте. Да, и наставник тоже, человек, которого можно представлять и как заслуженного тренера, и как заслуженного игрока, и как бронзового призера олимпийских игр, чемпиона мира. Все-все-все. Все, Анатолий Дмитриевич Кмышкин. Добрый день всем. Добрый день. Я рада, что вы пришли сегодня обсудить достаточно спорную и сложную тему, но ввиду того, что у нас все-таки спортивная программа, есть такой прекрасный элемент в любом виде спорта, есть атака. Начнем с этого. Самая краткая. Блиц-опрос. Вопрос-ответ. Лен, опять начинаем с вас, коли вы у нас дама, и сегодня Анатолий Дмитриевич уступает даме место. Буквально одно слово. Лен, вы готовы выступать за сборную страны? Чувствуете ли вы в себе силы и желания? Да, я готова. Я всегда говорила, что я не заканчивал никогда карьеру, и в сборной, и в баскетболе я еще готова играть. Назначение иностранного специалиста на пост главного тренера женской сборной стало для вас неожиданным? Ну, в принципе, ходили такие слухи. Я думала, что, да, скорее всего, назначат иностранного специалиста. Я не знаю, почему предпочитают больше иностранцев. Сборная России сможет выиграть чемпионат Европы во Франции? Ну, однозначно сказать нельзя, но будет очень тяжело. Я думаю, все-таки мы будем в призах, но не чемпионы, мой прогноз. Последний вопрос, который мы задаем всем, и вам, в первую очередь, коль вы тут рядом с нами, помогут ли иностранные специалисты российскому баскетболу? Нет. Нет. Вариант Б. Вариант Б. Анатолий Дмитриевич, для вас блиц-опрос. Четвертое место женской сборной на играх в Лондоне. Это системная ошибка при формировании команды и подготовке, или просто неудача? Согласен. Это ошибка и системная ошибка, включая не только тренерский штаб, но и работников нашей Федерации. Какое количество легионеров допустимо на площадке, когда команда играет в национальном чемпионате? Два. Два. Почему? Потому что это уже система опробованная не только в России, но и забыто это все и в Италии, и в Испании, и во многих других баскетбольных странах. Поэтому только два и не больше. Какое количество легионеров мы выяснили? Вы за натурализацию иностранных игроков или вырастим своих? Нет. Опять Б. Опять нет. И помогут ли иностранные специалисты российскому баскетболу? Нет. В общем, на этом можно заканчивать. У нас получается однозначные ответы. Мне очень хочется узнать ваше мнение, теперь более развернутое на тему, что произошло с российским баскетболом, почему мы вдруг обратились исключительно к иностранным специалистам, почему вдруг оказалось, что своих не хватает сил. Ну, если вы позволите, я начну эту тему. И сразу хотел бы оговориться для наших радиослушателей о том, что не хотелось бы эту программу посвящать каким-то критическим замечаниям, или там спорам, или вот этим плачем. Вот нам так плохо, да у нас все плохо. Нет. Вот как раз со слов «у нас все плохо» и начинается политика нашей федерации, политика людей. Вот вы сейчас говорите фразу «мы пришли к этому». Кто такие «мы», во-первых? Мы к этому вопросу не подходили с Леной Барановой и, наверное, со многими другими игроками и специалистами российского баскетбола. Все решили без вас? Вот так вот и да, так и получается. Просто ответить, да, решили все без нас, без каких-то советов, без тренерских советов, без советов специалистов, да и вообще общественности даже не посвятили, а сделали такой новогодний, предновогодний сюрприз, о котором говорил президент федерации Красненков, что вы скоро узнаете, потерпите. Вот мы все узнали, вот прошли праздники и, казалось бы, все сейчас замолчали об этой проблеме. Но мне думается, что это только ком начинает катиться, как вот сегодня снег в Москву пошел, вот он так будет накатываться с каждым месяцем. И, в общем, ничего позитивного в итоге вы не ждете? Коля, решили без вас, без общественности, без тренерского совета и без учета мнения голосов? Сама система, сама система вот этих выборов, так называемых, вот этих утверждений кандидатов, она, как бы говорится, не продумана до конца и неправильно сделана. Вот в чем весь вопрос. Лен, а вас, как человека, который много лет провел за сборную, играл, да, имеет достаточно большое значение мнение, как мне кажется, и самих игроков? Вас спросили, что вы хотите? Ну, игроков вообще никогда не спрашивают, вот и мяч поменяли, игроков не спрашивали, семерка на шестерку, то есть никто никого никогда не спрашивал. И сейчас, то есть вот, как Антон Миш сказал, мнение общественности не спрашивали. Я считаю, что, ну вот я патриот своей страны, и я считаю, что вот лучший тренер – это россиянин. Русскоговорящий, который знает изнутри баскетбол, освобожденный тренер, который имеет возможность найти молодые таланты, подготовить их. И вот у, тем более сейчас у нового назначенного тренера нет возможности искать эти таланты. Опять встанет проблема о том, что у нас нет игроков почему-то, хотя они есть, просто о них никто не знает. А есть игроки? Конечно, да. У нас резерва полно, и я и на молодежных играх, и вот уже начиная с 14 лет, 14, 15, 16, 17 и дальше великолепные есть игроки, просто их никто никуда не привлекает. То есть вот мне кажется, надо раньше начать обкаутку для сборных. Вот я начала с 16 лет. Это поздно? Это вовремя. Вовремя. Да, вот начинать, например, дебютанты в 28 лет, мне кажется, это вот это поздно. Про кого вы сейчас говорите? Про Анну Петракову. Ну а я хотел бы подчеркнуть для наших радиослушателей, что почему мы говорим так, вот не спросили общественность. Давайте назовем так, все своими именами. Федерация баскетбола России – это общественная организация. Но у Федерации баскетбола России есть президент, который волевым решением... ...принимает какие-то решения. Так вот у меня и задается такой вопрос. Вот мы общественность, мы хотим знать все. Ну поставьте веб-камеру, как на выборах президента, в этот зал, где находится исполкомник. Мы хотим послушать, о чем там люди говорят. Мы же не папу римского выбираем. Вот смотрите, после Федерации, после заседания президиума, появилось сообщение от президента РФБ Александра Косненкова. Он признал, что да, контракты были подписаны до исполкома, но подписаны только со стороны тренеров. То есть они изначально спросили согласие УКЦК и Саевойнаускаса. И потом, видимо, сделали вид, что они приняли к сведению мнение тех людей, которые пришли на этот исполком. Ну эту тему очень долго как бы разбиралась, эта тема во всех средствах массовой информации, на телевидении, на радио. И поэтому вот опять-таки не хотелось возвращаться. Вот они так сделали, вот теперь мы обиженные, вот мы сейчас будем ждать, когда они проиграют. Нет, еще раз подчеркиваю, разговор идет не о кандидатурах, которые просматривались, а о форме рассмотрения этих кандидатур, о выдвижении, как они вышли. Почему, я спрашиваю, уже люди, которые должны быть в штабе тренерском, они уже приехали на исполком? Почему тренеры молодежных команд были назначены раньше, чем был назначен главный тренер? Почему программу, которую докладывали на предыдущем исполкоме о развитии женского баскетбола в России до Олимпиады в Бразилии, уже утвердили? Может, это финансовый план? Да. Да, но, позвольте, еще не было главного тренера. Теперь главный тренер освобожден, но его нет ни на финалах Кубка России, его никто не знает, игроки его не видят, включая игроков и ветеранов уже. И вот опять-таки, вот этот ком начинается. А кто это, где это, ищут, смотрят, знакомятся. Это люди, которые в баскетболе. А уж те, кто сегодня находится под снегопадом, им, по-моему, до этого уже неинтересно. Ну, на самом деле, Вайнаускаса можно условно назвать иностранным специалистом, как мне кажется. Он ведь все-таки человек, который играл пусть не в первую, но в второй сборной СССР. Он человек, который очень хорошо говорит по-русски. Он человек, который работает с командой премьер-лиги. Он хотя бы что-то знает о женском баскетболе. Но вот, наверное, вопрос в том, что он не освобожденный тренер, что он по-прежнему остается работать в клубе. Это проблема? Да не проблема. Это, вы знаете, вот мне это очень нравится, что вот самое большое преимущество его о том, что он говорит по-русски. Но мы тоже прекрасно разговариваем по-русски. Мы не первый год здесь живем, как бы. Дело не в этом. Должна быть национальная гордость, прежде всего. Это наш баскетбол. Я противник каких-то там конфликтов политических, тем более там национальных и так далее. Но, если бы я работал в Литве, я бы хотел бы этого, не хотел. Я бы выучил язык этот литовский. Но это обязанность моя. Это обязанность моя. Зачем это выдвигать, когда это какой-то большой плюс. Нет, дело не в этом. А в том, что мы отсюда, вот то, что Лена сейчас говорит, что вот да, мы такие патриоты. Вот это немодное слово, вот пусть будет, вот говорят, давайте так, мы доверяем им раскрыть себя. В сборной? Да. Тогда верьте нашему молодому специалисту, пусть он раскроется. Мы сейчас продолжим. У нас сейчас на Финам.ФМ новости, потом тему российского баскетбола продолжим через минуту. Мы действительно играем на своем поле. У нас работает сайт Финам.ФМ. Заходите на страничку программы. У нас голосование, СМС на короткий номер 5533. Помогут ли российскому баскетболу иностранные специалисты? А, если да, Б, если нет. И у нас есть сообщение, которое уже приходит. Вот просто зачитаю. Российский клубный баскетбол давно превратился в кормушку для иностранных игроков и тренеров. В стране не осталось ни одной команды без иностранцев. При этом почти не все существуют за бюджетные или госкорпоративные деньги. Получается, Россия сама убивает свою игровую и тренерскую школы. Как такое возможно? Почему бездействует РФБ? У нас гости Анатолий Дмитриевич Мышкин и Елена Баранова. Лен, можете что-то ответить на вопрос Надежды Ивановой? Все правильно. Вот Анатолий Дмитриевич говорил, это кризис системы. Это еще не смерть, но кризис. И вообще надо пересмотреть подходы. То есть, если у нас общественная организация, федерация. Федерация отвечает за сборные команды. Соответственно, им доверено проводить чемпионат России и представлять Россию в кубках. И, значит, Россия, вернее, федерация должна делать так, чтобы сборные команды получали наилучшие, наивыгоднейшие условия для лучшего результата. То есть, если нужно, например, вот у нас сейчас, как уже лет 15, проблема с разводящими. Да, она у нас давно, и так она у нас регулярно есть. Давайте сделаем так, чтобы молодые перспективные разводящие в своих клубах играли по 40 минут. То есть, надо так сделать, чтобы они получали игровую практику. Вы знаете какие-то российские клубы, выступающие в Премьер-лиге, где первые номера, это все-таки российские игроки. Первые-первые номера. Вот они, мало того, что по названию, да, они первые, они действительно получают еще и игровое время. Там по 40 минут, как говорите, есть такие? Ну, это, конечно, не первая команда. Это вот Татьяна Бурик, правда, сейчас у нее травма. На травмах. Да, она травмирована, но я считаю, что это игрок уровня сборной. То есть, если ее вот как бы грамотно выводить. Это Елена Берсенева, которая всю жизнь отказывалась от сборной. То есть, это тоже она, я считаю, что она может играть. У нас достаточно игроков, и плюс еще молодые, которых вот там, сейчас им по 20 лет. То есть, есть люди, которые могут играть, просто они сейчас сидят. Поэтому это вот системная вот эта вот вещь, которую надо что-то поменять для того, чтобы... И плюс еще вот четко прописать все эти регламенты, регламенты выборов, регламенты, чтобы не было вот этих перескоков. Сегодня мы так делаем, завтра мы делаем по-другому. Поэтому люди, общественности не понимают, что вообще у нас происходит. Ну, я боюсь, что у нас есть Бекки Хэммон, которую все благотворятся в качестве первого номера. Я думаю, что Бекки Хэммон не будет уже представлять Россию. И ходили слухи, что она уже все официально это сказала. Есть Епифания Принц? Ну, есть еще много американок, 300 миллионов. Давайте будем называть. Вот, у нас есть Лена Баранова. Да, есть. У нас есть и Иванова, Сидорова и Петрова. И давайте без опять-таки иностранных игроков. Я скажу, что еще раз подчеркну, вернее, Федерация отвечает, или вот иностранный специалист, который сейчас назначен на работе сборной, он отвечает за развитие баскетбола в России. Это глупость. Он никогда этим заниматься не будет. Он наемник. Он будет делать результат, скорый результат. А вот все, что творится в России, это не команда УГМК, это не команда видного, подмосковного. Это целая Россия. Но, к сожалению, сейчас в функциональные обязанности главного тренера, как мне представляется, входит исключительно работа со сборными командами. А что говорила Лена касаемо молодежных команд, команды дублей, дюблей, они все проходят мимо. Если этим занимается второй тренер, хорошо, но, по большому счету, ни тому же Кацикарису, ни тому же Вайнаускусу нет времени и нет возможности ездить по всей стране и искать эти молодые таланты. Поэтому о развитии всего российского баскетбола в целом говорить же нельзя. Вот он будет заниматься этими 15 человеками, и все, на этом его закончится, к сожалению, деятельность. Вот что обидно. Но все равно я не соглашусь с этим моментом, что тренер, как всегда это было исторически, является определяющим какой-то линейкой, по крайней мере, на несколько лет вперед, стратегией политики всего развития баскетбола. Он как капитан у этого корабля. Но этот капитан даже не представлен в этом знаменитом исполкоме. Нет, кроме одного человека, который занимается женским баскетболом, исторически Евгения Гомельского, и того не послушали. Но он, собственно, голосовал, как мне кажется, против выборных кандидатов. Да, он голосовал против, но он был практически в одиночке. В женском баскетболе однозначно, в мужском там 4 голоса против 5, но это смешно. 9 человек решает вопрос о тренерах сборной. А кто будет заниматься дальше баскетболом? Молодежными командами. А детскими спортивными школами? Да, он, этот человек, может влиять на решения исполкомов. Выстраивая свою программу, тогда будет все в порядке. Вот то, что мы сегодня говорим, у нас нет первых номеров. Я подчеркну, что такое первые номера. Они, по большому счету, у нас тренеров нету, которые могут голову перестроить свою и перестроить игру определенным образом. Но если ничего нету, так что-то надо делать. А мы только берем иностранцев, мы пытаемся создать какую-то иллюзию, якобы они там очень хорошо могут нам построить игру сборной. Повторяю, давайте разделим. Игра сборной и вообще российский баскетбол. Вот там проблемы большие. А есть какой-то позитивный выход из сложившейся ситуации? Да, мы говорим, есть такая проблема. Да, у нас есть тренер-иностранец, которому некогда, у нас есть засилие легионеров. Что можно сделать для того, чтобы ситуацию поправить? Для того, чтобы в итоге... У нас Олимпиада впереди. И об этом мы все время думаем. Это кажется, что она закончилась еще времени очень много. Что касается не у нас, а у вас. Вот сейчас это очень модная такая фраза. И вот как раз решение-то есть. Оно и должно вырабатываться вот на таких совещаниях. Не на утверждении кандидатов, а выслушивании не их программы какие-то на двух-четырех листах, или может быть даже больше. Это большие дискуссии, которые должны идти среди специалистов баскетбола, учитывая опыт ветеранов-тренеров. Не которые каждый день на скамейке стоят, на площадке, о которой мысль, философию своих взглядов будут выкладывать. Тому же молодому тренеру будут давать советы. Так же, как это делается в бывшей Югославии, когда все тренеры во время чемпионата внутреннего соперники. Но когда команда работает на Олимпийских играх, чемпионат мира и Европы, это единый штаб. Где этот штаб? Я думаю, что у нас пока это в больших планах, если в планах. У нас это всегда было. Это просто закопали. Сначала при прежнем руководстве, теперь при новом руководстве. Никому это абсолютно не надо. И мы решаем вопросы сами. Поэтому вам карты в руки, и вы должны это делать. Мы же будем заниматься так же, как мы занимались баскетболом. Ходить не на игры, а ходить на тренировки, воспитывать молодых игроков, заниматься детьми и так далее. Мы баскетбол, я убежден, что мы его не оставим. Я напомню, у нас работает телефон студии 65 10 99 6, код города 495. Если вы хотите задать свой вопрос нашим гостям, Анатолий Мышкин и Елена Баранова, если вас интересует судьба российского женского баскетбола, то милости просим. Лен, вот в этой ситуации, в которой оказался сейчас российский баскетбол, я так понимаю, что вы застали гораздо более счастливые времена, когда российская сборная выигрывала Олимпиаду, когда выигрывала чемпионат мира и когда, в общем, не остановились шаги от пьедестала. Вот тогда отношения к игрокам, отношения внутри сборной, отношения с тренерским штабом, как было тогда? Ну, всегда были сложности. Я не буду говорить про сейчас, потому что я не знаю, какие сейчас отношения. Я просто не общалась. Ну, тоже были сложности, но как-то даже мысли, мне кажется, ни у кого не было пригласить американцев или что-то, да? Ездили, например, на какие-то в лагеря, тренеры смотрели что-то. Ну, вот, исходя из того, что делать, вот я опять-таки к дискуссии, я считаю, что так как у нас это олимпийские виды спорта, и это должно быть все под контролем государства в первую очередь, потому что государство выделяет деньги на подготовку сборных команд страны, все равно должен быть какой-то гостренер, представитель, может быть, министерства спорта, который бы в каждой федерации там, ну, как бы контролировал вот это вот, делал этот коридор, куда бы этот вид спорта пошел. То есть не было бы вот этих вот, так сказать, у нас виляний туда-сюда. И тогда, мне кажется, вот если, например, что-то, общественность не согласна с чем-то, то путем вот таких общих дискуссий, как Антолий Мич говорил, вырабатывать общую стратегию. То есть все равно слово, мне кажется, за гостренером и за государством, потому что все-таки кто нас финансирует, и мы же представляем государство. И потом, с кого мы будем спрашивать? С кого мы будем спрашивать? Должна быть ответственность. То есть вот этот гостренер, он отвечает перед правительством там, за результат. И он спрашивает, соответственно, с федерацией, что вы там у себя творите, правильно? Поэтому я думаю, что вот эти все представители президента федерации баскетбола в регионах, это все такая ерунда на самом деле. Что они там представляют, я не знаю. Это, наверное, какая-то такая номинальная, да, я скорее подозреваю, должность, которая ничего не решает. Которая ничего не решает, а эти представители, они вот голосуют. Понимаете, это вот они представители, они сейчас в исполкоме находятся. Ни представителей, нет игроков, например. Вот почему у нас от игроков никого нет, от тренеров, от тренерского штаба, то есть от ветеранского совета, нет никого, кто бы вот голосовал. Давайте мы исполком сделаем по другому принципу. Чтобы вот эти люди, это действительно были специалисты, которые принимают решения. А вот скажите мне, когда выбирают иностранного тренера, такая же специфика есть и в футболе, да, такая же ситуация. И в любых других видах спорта мы посмотрим, там есть иностранные специалисты. Это, в принципе, национальное неуважение к самим к себе, когда мы говорим, что да, ребят, мы не можем, у нас нет своих ребят умных, хороших, которые могут этим заниматься. Или это просто такая тенденция, сейчас это модно. Абсолютно, я согласен сейчас с вас с такими высказываниями, в кавычках. Вот давайте вот разберем высказывания нашей федерации в целом, от президента до генеральных менеджеров. Федерация России говорит, у нас в России никого нет, ни тренеров, ни игроков. Признались в собственном бессилии, расписались. Ну о чем тогда можно дальше говорить? Меня никогда не заставишь сказать, даже если я как тот младогвардеец буду прыгать в шахту, но не скажу, что у нас в России все плохо и у нас тут никого нет. Да есть все у нас, просто нужно немножко оторвать кое-что и пойти и поработать. Анатолий Дмитриевич, вы из другого поколения, когда слово патриотизм было... И они из другого поколения. В спорте мы, как знаете, в диалектике по спирали развиваемся, только возраст увеличивается у нас, да, а все остальное все повторяется. Спорт это как раз та область, когда такие понятия, как совесть, как мужество, как терпение, как работа, она за деньги не покупается. Поэтому здесь нужно немножко, как бы, знаете, вот мы находимся на классном радио сегодня, да, вот это Финам ФМ. И я бы хотел еще раз напомнить мои любимые вещи, которые нужно иногда и стариков послушать. Это альбом Юра Хип, и вещь называется, так он называется, Look at Yourself. Хорошее замечание. У нас есть телефонный звонок, у нас Алексей на связи. Алексей? Доброе утро. Доброе утро. Добрый день. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте, очень поддерживаю гостей, благодарен им и духовно, и морально с вами, ребята. Это, значит, физически, конечно, ничем не могу помочь, но тем не менее. И вот хочу сказать вот, что не кажется ли вам, такой, как бы, вопрос, да, что на всей стране идет к тому, что, ну, понятно, нас разваливают, нас убивают, ну, в переносном смысле, да, делают нас слабее, слабее. И вот все движения, которые вы обсуждаете, то, что выбирают вас, не спрашивая, все это направлено на то, чтобы нас продолжать во всех направлениях раскладывать, извините, разваливать, разваливать нашу страну и разобщать, и так далее, и тому подобное. Спасибо, Алексей. Что скажете? Спасибо, Алексей, за то, что вы нас поддерживаете. А я встречным вопросом не вопросом, а таким же ответом скажу вам, что я двумя руками с вами, и нам на самом деле разваливают вот так страну, и вот эту маленькую частичку нашей страны, да, под названием баскетбол, это же тысячи, миллионы судеб, детей, игроков, ветеранов, вообще все, что сделано, вот со мной рядом сетлена Баранова. Но я сколько раз с ней встречаюсь, сколько раз ее вижу, все время я ей не то, что завидую, а говорю, что как мне было приятно работать с таким игроком. Вот, вот счастье в этом. А то, что делается, это сто процентов так. Посмотрите, федерация живет, еще раз скажу, сама по себе, клубы живут сами по себе, а сборная сама по себе. Сама по себе. У нас на Финам.ФМ сейчас новости, мы вернемся к обсуждению темы российского женского баскетбола через минуту. Я приветствую всех, кто только что к нам присоединился. Мы играем действительно на своем поле, сегодня обсуждаем проблемы российского женского баскетбола и дискутируем на тему, нужны ли и помогут ли иностранные специалисты нашей отечественной национальной команде. У нас работает и СМС-голосование запущено 55-30-30, если А, если они нужны, если да, и Б, если нет. У нас телефон тоже включен 65-10-99-6, код города 495. У нас идет дискуссия на сайте Финам.Инфо. Кстати, мы говорили о том, что иностранные специалисты сошлись по мнению с гостями, что они нам, в общем, не очень помогут. Вот у нас на дискуссии есть тоже такой на портале вопрос стоит. Так вот, да, помогут 21 человек, нет, не помогут 199. Что-то мне это напоминает уже тоже как-то на одном из сайтов, за кого будете голосовать. Да. Я очень благодарен тем людям, которые голосовали за меня, как кандидата в сборную России, но хочу им ответить еще вот что. Я заранее знал, что это будет так, я имею в виду финальную часть, что я никогда им не стану этим тренером, потому что я хорошо знаю приблизительно тех людей и политику, которая ведется в нашей федерации. Поэтому это был бы такой, будем говорить так, ну, мы напомнили чуть-чуть о себе, сказали, что мы еще живем, мы существуем, что мы набрались некоторого опыта, а не просто работаем на радио или на телевидении, как говорили. И еще раз большое спасибо всем, кто давал голоса за меня, вот та общественность, которая, в принципе, это один из показателей, который сейчас подтверждается и на вашем сайте. Да. Ну, кстати, у нас есть на линии телефонный звонок. Мы дозвонились в Литву нынешнему наставнику сборной России, Альфредесу Вайнаускаса, и с удовольствием сейчас с ним поговорим. Альфредес, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Мы приветствуем вас, к сожалению, виртуально. Мы сейчас в студии, у нас в гостях Анатолий Дмитриевич Мышкин, у нас в гостях Елена Баранова. Вот вы с нами, что называется, на прямой связи из Литвы. Я не с Литвы, я уже теперь в Турции. А, вы уже в Турции, у вас клубный чемпионат, да, я так подозреваю? Да. Альфредес, скажите нам, пожалуйста, вот избрание произошло, назначение ваше произошло в конце декабря. Прошла уже достаточно, ну, длительная, да, новогодняя вот эта праздничная неделя, даже две. Вам что-то успелось сделать в отношении сборной? Вы, может быть, с кем-то пообщались, кого-то повстречали, с кем-то поговорили, обнаружили уже у себя там какие-то планы. Что собираетесь сейчас сделать в сборной? Какие у вас вот самые ближайшие дела по отношению именно к национальной команде? Ну, как сперва надо, значит, надо думать о том, что были праздники, и мы решили и поговорили с руководством и федерацией, что теперь ничего мы не делаем, не принимаем никаких решений. После Нового года мы будем все решать, обговаривать и будем думать, как будем жить дальше. Все планы уже есть готовы, более-менее кандидаты в сборную тоже в списке есть. Понемножко набираем ход, и вот теперь 18-го в Москве будем встречаться с Александром Рахматулиным, и будем начинать работать. А скажите мне, пожалуйста, по сравнению с тем составом, который играл на Олимпиаде в Лондоне, какие будут кадровые изменения? Вот вы говорите, что кого-то уже посмотрели, состав более-менее определили. Есть новые имена? Есть те имена, как вы вот в одном из интервью сказали, из золотого запаса, которые вы хотите обратно в команду привлекать? У нас вот Елена Баранова напротив сидит, говорит, что готова работать, никогда из сборной не уходила. Что скажете? Ну, наверное, теперь еще рано, еще начинать что-то думать. Как я и говорил, надо с каждым игроком переговорить, надо подумать, узнать, какие у них есть мысли, они хотят, не хотят, как они себя чувствуют, как они смотрят и видят дальше свое будущее в сборной, в баскетболе вообще. Но надо это время, надо с каждым игроком переговорить или более-менее знать их мнение. Так что теперь еще рано что-то говорить, кто где, когда и что будет. А когда это собирается, вот уже обнародована эта позиция и ваша, и исполкома РФБ? Когда мы узнаем, что будет? Нам всем просто очень интересно. Мы хотим и европейского золота, мы хотим и каких-то более успешных выступлений наших команд на чемпионате мира и на Олимпиаде. Но вот пока как-то никаких явных ходов таких пока не слышно, не видно. Ну подождите, что только началось, новый год закончился, только до 10-го старости я отдыхала. Теперь только все начинается. Ну так Москва тоже не сразу строилась. И идет, меняется поколение, и уходит золотой фонд, уходят девушки, которые были золотые. Не забывайте, что мужчины тоже не сразу стали чемпионами. Ну в общем-то... Раньше Россия, в России Литва выигрывала 20 точков, а теперь Россия 20 точков выигрывает у Литвы. Тоже идет, уходят опытные игроки, приходят молодые. К каждому надо подход, надо иметь время, чтобы они стали на ноги, стали великими игроками. А как, Фредис, у вас получается или будет получаться совмещение и работы в клубе, и работы в сборной? Это ведь достаточно сложно. У вас будет какое-то там освобождение от клубной работы в какой-то период времени, или вы будете одновременно этим заниматься? Как планируете, собственно, время распределиться? Если вы знаете, наверное, что чемпионат заканчивается в России 1-го, 2-го мая, кажется. Так. Этими датами. Сборная начинается в 10-го. В чемпионате Европы начинается в июне 15-го, заканчивая 30-го. В это время клубные команды отдыхают. Так что по этому вопросу никаких проблем нет. Когда все не работает, если держит руку на пульсе, он всегда чувствует, что он не тренер. Можно, конечно, и без команды, если есть великие тренеры и великие игроки, которые могут так делать. Но мое мнение только, это мое мнение, что тренер не мешает, когда он работает с командой и не отходит после пола. А просмотр молодых игроков, просмотр выступлений молодежных команд, команд, играющих, которые в Дюбел, дублирующие составы. Вы планируете каким-то образом смотреть на молодых, перспективных, что называется, чтобы потом их тоже в сборную привлекать? Наигрывать сейчас, чтобы на Олимпиаде уже для них не было новостью? Ну вот, видите, вы задаете вопрос, сразу наигрывать этих людей, надо ставить их уже в команду на этот день. Не надо забывать, что в России никто не любит проигрывать. Вы только сами сказали, мы хотим всегда видеть золото. Вы скажите мне, пожалуйста, сразу такой ответ. Мы поставим половину команды молодых и половину команды не очень опытных. Мы их что-то выиграем? Нет, ну так мы и говорим. Всегда хотят видеть золото и первое место. И потом идет разговор. Потому что мы не хотим, чтобы сразу команда провалилась. Там была такая, что ставили 7 мая. Не забудьте, как мужчины поднимались. Такие тренеры великие работали, как и Ремин и другие. Не буду фамилии говорить. Первый год, второй год ничего не получалось. Потом ребята выросли, пришел благ. И они стали уже сегодня хорошей, сильной командой. А какие задачи стоят перед командой на самое ближайшее большое соревнование? Да, на чемпионат мира. Это будет Франция, лето. Тут немного времени осталось. Есть какие-то конкретно задачи, которые вы ставите перед командой, перед самим собой? И есть ли те задачи, которые поставила перед вами Федерация баскетбола? Наверное, вы сами знаете, что всегда надо хотеть выиграть. Надо быть первыми. Ну а как покажет время, как покажет ситуация, какие будут игроки собраны. Как я говорю, сегодня все хотят выиграть. Но мы тоже самое хотим выиграть. Посмотрим, кто приедет, кто будет в сборную, кто захотят идти в сборную. И тогда будут эти ответы. Как всегда, мы хотим быть в призерах. И только что в призерах. Быть первыми. Я как раз повторюсь. А вы... Это спорт, это я с большим словом. Вы сказали, кто захочет прийти в сборную. А у вас есть мысль, что откажутся люди? И для... Просто для многих, мне кажется, вызов в сборную, это как всегда было, да? Это то, от чего не отказываются, то, чего ждут. А вы так прям вот как-то... Подождите, когда человеку 36 лет или больше, он уже иногда хочет уже стоп сказать. Как и опять могу сказать, помимо Шишкалца, который еще мог на этот день играть в сборную, он уже сказал, что нет, я не хочу играть в баскетбол, а не за ЦСКА, не в сборную идти. Если Киевич еще 34 года, еще играет в сборную, играл в Барселону, играл, то же самое ответ. Другой может играть до 40 лет и хорошо играть в баскетбол, а другому уже все болит, и он уже не хочет в эту сторону даже смотреть. И когда он может со семьей или с детьми, или с родителями, или травмы лечить, и это получается так, что это идеально есть его выбор. Никогда нельзя говорить человеку, нет, и давай, иди работай, если я не хочу, я не пойду. Вот вопрос от слушательницы Елены, конкретно вам адресован. Какой результат на чемпионате Европы вы сами будете считать удовлетворительным? Опять, спасибо за вопрос, но опять я говорю, надо сперва собрать команду, опять посмотреть, кто будет золотого фонда, кто будет, эти девушки, которые еще пойдут и будут играть, и, конечно, хоть в основном сыграть, было очень хорошо, и, конечно, и ситуация на этот день, и, конечно, чемпионат, типа, будет проходить во Франции, и французская команда одна из самых последних на этот день команды. А последний вопрос, когда будет первый сбор? Когда вы увидите команду, что называется, уже в детстве? Десятого, я говоря. Ну, вот, 10-го, 10-го, 10-го мая первый сбор, или 12-го будет там еще, мы не решили там. Ну, как бы, все там есть решено, мы просто по плану есть 10-го, 10-го мая. 10-го мая первый сбор команды, если чемпионат начинается летом, а раньше не получится собрать? Ну, как вы соберете раньше, если чемпионат заканчивается только 1-го, 1-го мая. Идут плей-оффы, идут кубки, идут Евролига, идут все игры чемпионата России. И когда можно собрать все какие-то варианты, пожалуйста, предложите мне. Буду вас слушать и буду принимать все внимание. А потому что клубы тоже имеют свои интересы, имеют не только, что сборная, конечно. Надо и отнестись к клубам с уважением. Странное дело, в футболе чемпионат прерывают, если игроков вызывают сборную, команды отдыхают, а в баскетболе у нас клубные команды, к сожалению, не идут на встречу сборникам. Спасибо вам большое, у нас на связи был Альфредо Свойнаускас, нынешний наставник женской сборной России по баскетболу, он же главный тренер Курского Динамо. Сегодня команда уехала в Турцию, завтра у них матч Евробаскета. Желаю им удачи. Что скажете, уважаемые гости, у нас, напомню, в гостях Елена Баранова и Анатолий Мышкин относительно планов нашей команды? Всего доброго, до свидания до 10 мая. Вот так приблизительно звучит ответ. Слушайте, ну вот для меня удивительно. Я могу прокомментировать несколько фраз таких, которые мне резонули немножко по сердцу, по душе. Ну, пока страна отдыхала, мы с Федерацией приняли решение тоже ничего не делать. Ну, позвольте, игроки работают с 3 января, они работают, для них праздников не существует. Второе, сборную надо собирать регулярно, не только сборную, но и игроков других составов. Надо присутствовать там, на тренировках, надо там быть, а не до 10 мая. Я не представляю себе, как 10 мая мы пройдемся по списку Золотого фонда, и кто-то там откажется. Уговорим Машу Степанову или там еще кого-либо, Свету обросим его. Ну, не знаю. Ну, в общем-то, наверное, Артелец ответил сейчас на вопрос, как говорится, вот чем будут заниматься не только тренер сборной женской, но и мужской. Это вообще фантастика. Первый раз такое в истории вообще, наверное, спорта. И, кстати, вот я разговариваю с странными журналистами, специалистами, часто в связи с своей новой работой на телевидении. Они со стороны смотрят и говорят, что вы делаете вообще? Что вы творите? Это впервые такое... Планомерно разрушаем. Клубный баскетбол, тот же мужской тренер работает в Испании, в Бильбао. Вот теперь он приезжает, два, две недельки, три недели, месяц поработал и уезжает обратно. А ты только как хотите, так и живите. Но наверняка может помочь тренерский штаб. У нас есть второй тренер, русский специалист. Второй тренер тоже работает за границей. Ну, а второй тренер у женской сборной, это я вообще про мужскую и сказал, Милещенко. И дальше работает второй тренер сейчас тоже с Вологдой работает, точно так же занят. Ну и там и третий. Вот, кстати, вопрос. Мы подошли к тому, что говорил Лена Баранова. Где гостренер? Вот не менеджер сборной. Менеджер это простой администратор. Мечи, билеты, размещение и базы. Все остальное мы будем говорить попозже. Да, я, к сожалению, не хочу на такой негативной ноте. Но, тем не менее, мы продолжим обсуждать, надеюсь, в более позитивном ключе, если он, конечно, есть через минуту, сейчас на Финам.ФМ новости. Нужны ли российскому баскетболу иностранные специалисты и помогут ли они? Сегодня такая тема программы на своем поле. Если вы хотите поучаствовать в дискуссии, телефон студии 651099,6, код города 495, можете писать на сайт Финам.ФМ, на страничку программы на своем поле. Либо отправлять СМС на короткий номер 5533. Если иностранные специалисты помогут российскому баскетболу, то А, если да, Б, если нет. У нас в гостях Анатолий Мышкин и Елена Баранова. В общем, мы призадумались, я так понимаю, всех. Очень удивили ответы. Я не думаю, что мы призадумались. Наверное, мы получили как раз тот ответ, о котором мы заранее, как вот Лена говорит, что она предсказывает некоторые ситуации. Ну, у меня есть какое-то чувство такое спинного мозга, можно сказать. Мы получили тот ответ, который, в общем-то, для нас неудивителен, хотя он, может быть, и звучит достаточно грустно. Для тех, кто как бы не посвящен в тонкостях, как говорится, поживем, увидим, но не хотелось бы ждать вот этих моментов. И не подумайте, что мы будем такими, знаете, злопыхателями сидеть на скамейке за кольцом. Да мы только ратуем. Мы делаем все для того, чтобы баскетбол развивался, чтобы мы его не убили. Кстати, я могу сказать, что я видел сам на Олимпийских играх. Как многие тут говорят о том, что я от баскетбола отошел. Я такого баскетбола не видел уже много лет. 76 матчей баскетбольного турнира откомментировали, отработали, пообщались со всеми. И я вам скажу, что проходило вокруг команды. Я видел вот эту энергетику, которую несли наши олимпийские чемпионы, ветераны. Да, девчонки все приехали, тренеры. И вот мы находились в миг-зоне, могли еще как-то общаться, как журналисты с игроками. Они находились с этим барьером, да. И вот энергетика шла в помощи. Давайте мы поможем, давайте мы подскажем, залетим там в Олимпийскую деревню. Я не знаю, где-то их увидим. Ну, что-то каждый хотел помочь. Никого не спросили, никому не подошли. Решали все сами. Потом сказали, что мы не правы. И вот то же самое сейчас продолжается, но еще в более, в таком красивейшем варианте. Ребята, мы вам обещали перед Новым годом, мы вам сделали подарок. А вот теперь мы вам всем, еще 10 мая, ждите 10 мая. Да, ждем во Франции. А вот где она теперь, это Россия, где вот эти девчонки, о которых мы хотели бы поговорить, да, о детском спорте, о детских спортивных школах. Или я не знаю, в общем, вот о той массе, о которой начала говорить, Лена, да, молодые девчонки подрастающие. Разве можно так к ним относиться? Реплика с сайта. Уговаривать приходится только Епифанию Принц, а наших девчонок со слезами выпроваживают за дверь. А Баранова кричит, что готова помочь сборной, но ее не слышат и не зовут. Лена, обидно? Ну, я просто представляю, почему меня не зовут. Потому что я такой человек прямой. Если что-то плохо, я говорю, что что-то плохо. Понимаете? И вот насчет, мне кажется, что сейчас мы можем упустить вот этих юниоров, которых 15-16 лет, их уже надо тянуть. Не случайно вот у Лены Худашова дочка играет за Францию. Я абсолютно ее понимаю. Мы упустили классного центрового. Девочке 15 лет, и Лена Худашова посмотрела на все это безобразие, ее задвинули из сборной. Она сказала, до свидания, мой ребенок будет играть за Францию. Я вот сейчас смотрю на все это безобразие, думаю, можешь мне дочку в волейбол отдать. Ой, там я вас уверяю. То же самое. Нет, нет, лучше отдать хорошие руки. Ну, а дальше что? И вот она вырастет, и будет опять вот это вот до 27 лет сидеть, ждать, пока ее в сборную вызовут иностранный специалист. Пока Епифания Принц есть, пока есть Бекки Хемерн. Да, пока у нас есть 300 миллионов американцев, желающих поиграть в России в баскетбол. И в то же время выбрасывают играть и Надежду Гришаеву за границу, и Наталью, и Веру поиграла. И многие уже поиграли, вернулись обратно сюда, в клубы, и посадили их опять на скамейки. И они смотрят, наблюдают. Ну, все же начинается действительно с клубных чемпионатов. Посмотрите, сколько на скамейках сидит наши. Должен заниматься политикой, прежде всего, лиги. Главный тренер. Вот возьмите, был бы сейчас Карполь здесь в волейболе, быстро бы все вопросы были решены. Да, он не такой человек, как всем нравится. Он еще прямее, больше, чем мы все вместе вместе. Более, чем мы. Сами прекрасно понимаете. Ну, только на таких людях держится так. Мы не сравним себя, буквально не хотим копировать его, что ли. Или говорить, вот мы такие праведники, вот мы все знаем. Нет, но путь, мы сами прошли это. Нам не надо рассказывать, что такое играть в сборной, то, что работает со сборными командами. Нам это не надо. Нам не надо рассказывать про золотые олимпийские медали. Чемпионов мира и Европы. Мы это все прошли. Нам не нужен этот пиар. Мы в нем жили в баскетболе и будем продолжать жить. Еще раз напоминаю, что мы сейчас боремся именно за то, чему мы посвятили свою жизнь. А теперь все это на ваших глазах благополучно рушится. И не только Мышкин и Баранова, Баранова и Мышкин, а многие другие поколения тренеров, поколения игроков. Это большие-большие строители этого большого дома, который сейчас просто-напросто отдан кому-то на отселение. И я называю так это, собес такой, знаете, приходите к нам, мы вам поможем. И финансово. Видите, что сейчас происходит, да, с командой Химкой. Да, тут есть вопросы. Но я думаю, что сейчас беспокоит, будоражит мир этот. Точно так же умерла, никто не вспомнил, как умерла команда «Спартак» в Санкт-Петербурге женская. Недавно буквально. Очень хорошая мне вчера понравилась реплика на одном из сайтов. Главный тренер команды сказал, мне очень интересно, что напишут мне в трудовой книжке «Причина увольнения». Не хватило денег для продолжения контракта? До этого федерация разрушила и прекратила чемпионат высшей лиги, женский команд вообще. Потом его снова возобновили и так далее, и так далее, и так далее. Так же ЦСКА умерла команда, так же женская, я имею в виду. Так же умирают и другие команды. Это что? Это кто виноват? Это мы сами виноваты, поэтому нам за это отвечать. И мы должны на себя это взять и сказать, мы неправильно сделали. Не надо брать примеры с Америки, с других стран и называть нам сейчас фразы такие. А вот играет Шишкаускас, а вот Исикявич сыграет. Да у нас есть свои люди, которые тоже носят такие же фамилии, звучные. У нас есть Кирилленки, у нас есть Шведы, у нас есть все-все-все-все. Слушайте, вот одно мое замечание, которое до сих пор мне не дает покоя. Я пришла на матч ЦСКА и играла, была первая игра, когда вернулся Пополукас. И когда объявили любимейшего моего, замечательнейшего Виктору Хряпу, ну зал так очень аккуратненько похлопал. Когда объявили Пополукаса, зал взорвался. Для меня это было удивительно. Как можно приветствовать иностранного легионера, стоя с вистом, аплодисментами и радостно, и встречать достаточно опосредованного капитана сборной, для меня до сих пор в голове не укладывается. Это, в общем, показатель, который, как мне кажется, дает ответы на все вопросы. Я могу сказать, почему это все происходит. Это все последствия глобализации, товарищи. Потому что вот мы вышли в открытое море. В Америке хорошо всегда было, в других странах хорошо. И мы надо-не надо берем лучший или худший опыт и стараемся что-то где-то выплыть. И получается, кто решает, что лучше. Какой специалист, вот у нас министр сказал, что должны в спорте быть лучшие у нас. Я имею в виду специалисты, чтобы дать лучший результат. Кто решает, кто из них лучший, понимаете. И мы начинаем метаться. Вот именно сейчас что у нас происходит? Это метание. Вот это лучше, может это лучше. Какие-то методики. Вот мы жили за закрытым занавесом, понимаете. Все у нас было, тренеры были всегда. Да, кстати, я могу сказать, что вот, например, у американских тренеров, у них нет высшего специального образования баскетбольного. У них нет вузов, которые готовят тренеров, например. А мы их считаем там тренерами вообще, ну, выше крыши. И было много случаев, когда загоняли игроков. Потому что не знают ни физиологию, ни этот самый, все эти медицинские части, как чего тренировать. Понимаете, не всегда, я имею в виду, что не всегда то, что за границей, самое лучшее. То есть нам надо просто вот такой фильтр поставить для спорта и для всего, для любых вот наших. Да, Лена, просто, давай скажем прямо, надо убрать просто бездарей и непрофессионалов из спорта. Кто будет решать, кто бездарь, кто не бездарь. Они должны отсеиваться сами. А очень просто, надо спросить любого, просто взять, у нас все-таки система существует, взять трудовую книжку и спросить, вы где работали последние 20 лет? Тебе скажут, я работал там в гостинице, я работал там барменом, я работал, может быть, менеджером великолепнейшей компании, Coca-Cola или чего другого, без рекламы, как бы мы говорим. Вот и вот есть ответ. Я же не иду работать, извините, с талеваром или золото плавить. Потому что, да, у меня было когда-то какое-то образование, у меня есть строительное образование, пожалуйста, тебе благоустройство, там же не вентиляция, но это когда было? Но у нас до сих пор, мне кажется, каждая кухарка управляет государством. Так вот это спросить, а если ты не можешь этим заняться, давайте соберем такой вот кворум. Кворум и посидим, и покритикуем друг друга, и скажем, что нужно сделать. Тогда мы будем отвечать. Нужны профессионалы. Мы отвечать с тобой вот так же, что мы сегодня говорим в эфире, будем отвечать перед всеми. Этого не надо бояться. А если это рассматривается как временная работа такая, знаете, ну сегодня так, завтра так. Но не получилось сегодня нового. Ну ничего страшного, я завтра пойду шахматами командовать. Ничего страшного, я тоже там Толю Карпова знаю, в общем-то фигуры видел какие-то. Поэтому это, конечно, это самая большая проблема. Мне профессионалам делать нечего тут. Но нужен человек, который бы взял в свои руки все, что касается российского бюджетбола. Я вчера наблюдал программу, очень внимательно слушал Михаила Михайловича Звонецкого. И он такую фразу сказал. Для того, чтобы стать профессионалом, надо работать в одной профессии всю жизнь. И делать одно и то же. И вот ты будешь тогда и шлифовальщиком, и тренером одно и то же. Одно и то же, тогда ты будешь профи. И не надо говорить, что мы в 50 лет стали уже не нужными никому. Это старое поколение и так далее, и так далее. Но это поколение знает вкус побед, знает, как тренироваться, знает, как добывать эти победы. И знает, что нужно делать. И не надо нами руководить со стороны в этой общественной организации, которую мы знать не хотим. И знать никогда не будем, если с нами разговаривают, не зная о чем, что такое, 3 секунды, как линии нарисованы на поляне. И сколько мяч весит граммов. Вот такие вещи мы говорим грустно. Но я все-таки хочу закончить на позитиве. Безусловно, это моя не то, что просьба. Мы с этого и начали, что не так все плохо. Не надо так все ругать. И мы, да, мы находимся в ситуации развала определенного, но я хотел бы коснуться детишек. И вот с вашего разрешения я приведу такой маленький пример. Несколько недель назад мы собрались, ну не недель, месяц, может быть, в Каванасе, где был Ардес Сабонис, был Игорь Мигленекс. Я, в том числе, и представители школы Александра Белостенного, детские спортивные школы, которые носят наши имена. Ну, те, кто не знает, хочу похвастаться. У меня школа по имени названа в городе Звенигород. Не в Москве, не в Екатеринбурге, а в городе Звенигород. Большое спасибо руководству, мэру Ставицкому о том, что он мне доверил такую школу. И вот мы решили провести такой Friendly Cup. Турнир друзей для всех баскетболистов, для всех детей, которые любят баскетбол. Толстые, худые, высокие, маленькие, черненькие, беленькие, какие хотите. Приходите в баскетбол и играйте. Это будет Friendly Cup с расширенным, с открытыми дверьми. Школа не Олимпийского резерва, школа не номер такой-то там за финансы. Мы сами договорились за столом за пять минут. Хлопнули по рукам, посчитали деньги, достали их из своего кармана, из своих карманов, друзей своих. И мы сейчас будем проводить турнир в Звенигороде. Прошу вас любить и жаловать. Приезжайте, большой праздник будет. Там будет команда Сабониса, Мышкина. Слушайте, это же прекрасно. Можно будет посмотреть живого Сабониса, потрогать его. Можно будет взять автограф у Мышкина. Все эти дни мы это подвели к матчу ЦСКА Жальгерис, который будет в Лиге ВТБ. Поэтому будет праздник с 4 февраля по 9. Всю неделю будут и веселья, и игры. Нам не важно, кто там победит, кто там выиграет. Надо, главное, участвовать и вот видеть, вот они живые, вот их можно потрогать. Вот мы будем работать и с тренерами, и общаться, в общем, и на тройках кататься, и не знаю, что делать. Слушайте, как хорошо, что мы заканчиваем все-таки на позитиве. Потому что все время как-то у нас с некой долей сожаления и грусти мы говорили о будущем российского баскетбола. Ну, хорошо, что есть турниры детские, хорошо, что есть люди, которые готовы этим заниматься. Хорошо, что есть Лена, которая хочет играть, несмотря ни на что. Хорошо, что есть игроки, которые готовы выступать за сборную. Пусть им будет 15, пусть будет 28. Главное, чтобы были люди, которые были готовы в эту сборную пригласить и за эту сборную отвечать головой. Вот что хочется, чтобы это был действительно человек слова и человек дела. Это была программа «На своем поле». Я благодарю гостей Анатолий Дмитриевич Мышкин, Елена Баранова. Спасибо вам и на позитивной ноте прощаюсь с вами на неделю. Спасибо. Всего доброго.